МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это холостяк, а с недавних пор еще и фермер Яна Станишевская. Мы получили массу писем от хозяек с просьбой посоветовать, как правильно хранить овощи, чтобы они не портились как можно дольше. Сейчас овощи дешевые, их много, но запастись ими надолго сложно. Поэтому, когда Андрей сказал, что он знает секреты, которые позволяют овощам сохраниться до весны, я очень удивилась и в то же время обрадовалась. И рассказала об этом своим подругам. Они загорелись узнать все секреты. Почему для вас актуально хранить овощи? У меня маленькая доченька, и как раз она сейчас активно питается уже овощами, фруктами. И сейчас благоприятный такой период, осень, когда все это в изобилии, и все это наше. И хочется максимально сохранить полезность, витамины, и не покупать зимой это все в супермаркете, когда это выглядит даже как пластмассовая еда. Яночка, я знаю, что ты увлекаешься кулинарией, в том числе приготовлением блюд из овощей. И для тебя необыкновенно важно, чтобы это все было качественно, вкусно. В этом году я первый раз посадила свой огород. У меня там и морковка, и буряк, и капуста. И вот теперь интересно, как это все сохранить. Ну, а я, разумеется, должна все знать и спробовать на себе. Поэтому мы в твоем распоряжении, Андрей, рассказывай нам поскорее, каким же образом уберечь овощи от гниения, засыхания и прочих неприятностей. Но прежде, пожалуйста, успокой нас. Ножом ты не будешь нас пугать, а газетой прихлопывать. Нет, я подготовил небольшую викторину, которая поможет запомнить полезные советы о том, как хранить овощи на весь осенне-зимний период. Так как вы, девочки, все опытные хозяйки, я предлагаю вам почувствовать себя знатоками интеллектуального клуба. Не просто так. На кону корзина с вещами в случае вашей победы. Она вам поможет сохранить овощи до следующей весны. Согласны? Конечно. Прекрасно. Надюш, я предлагаю тебе присоединиться к нашим девчонкам. С удовольствием. Я встану на твое место. Сегодня все-таки буду вам задавать каверзные интересные вопросы. Как ваша команда будет называться? Колбаса. Лучший овощ. Какие-нибудь юные фермеры. Хорошо, юные фермеры, вы будете сражаться сегодня с нашими экспертами, которые для вас и подготовили каверзные вопросы. Но перед этим я прошу внести черный ящик. Как же без него? Спасибо. Уважаемые знатоки, прошу вашего внимания. Против вас сейчас играет лучшая хозяйка Украины Алла Ковальчук. Внимание на экран, ее вопрос. Девочки-красавицы, мы все заготавливаем лук, но самая главная задача, как его сохранить? Лично я сохраняю лук в деревянных ящиках и секретным компонентом. Это все для того, чтобы он не сгнил. Какой компонент вы должны угадать? Но я дам вам три подсказки. Первая подсказка. Этим компонентом засыпают загоны для лошадей. Вторая подсказка. Этот компонент я использую у себя на даче для удобрения почвы. И третья подсказка, историческая. Этот компонент друзья Лермонтова подложили ему в начинку булочек и угостили его. Он съел булочки, даже не моргнув глазом. И тут же они рассказали, что было в булочках. Он рассердился на них, ушел. И ровно два дня не показался на глаза им. И сказал, что отныне я предпочитаю только домашнюю кухню. Вся остальная еда мне не подходит. Значит, вы должны угадать, что же находится в черном ящике. Ох, как завернула. Аллочка знакома с Лермонтовой? Ой, как хорошо. А сколько у нас есть времени? У вас есть одна минута. Время пошло. Посыпали они там лошадей? Я думаю, они посыпали загоны, там где лошади стояли. Ну, у меня сразу ассоциация, да, как котик. Если что-то он делает, чтобы не было запаха, посыпают это все опилками. А или песком. Осталось 20 секунд. Я думаю, что это опилки. И мне почему-то кажется, что это стручка. Минута ровно. Выбирайте человека, который будет отвечать. Я думаю, что Надя ответит на этот вопрос. Наш вариант ответа – опилки. Ну, песок, мне кажется, тоже очень близко. Он подходит по всем критериям, кроме Лермонтова. Потому что Лермонтов бы сразу понял, что есть песок в булочках, потому что песок скрипит на зубах. А опилки на зубах не скрипят. Поэтому опилки. А сейчас настало время узнать правильный ответ. Откроем черный ящик. Страшно. Вдруг там все-таки не опилки. Вдруг там Лермонтов. Итак, то, чем посыпают загоны лошадей, то, чем я удобряю почву, и то, что было внутри булочек, которые ел Лермонтов, это были опилки. Опилки. Ура! Я еще никогда не радовалась так опилкам. И действительно, это опилки. А как это работает? Лук начинает портиться из-за конденсации влаги и недостаточного доступа воздуха. Поэтому он лучше хранится в деревянных ящиках, либо же плетеных корзинах, которые имеют свойство дышать. Чтобы впиталась лишняя влага, в ящик или корзину нужно поставить небольшую емкость с опилками. Таким образом, лук может храниться до 6 месяцев. Где купить опилки? Опилки можно купить в зоомагазине. Они более гигроскопичны, влагу будет впитывать намного быстрее, нежели рис. Еще один совет. Перед тем, как заложить лук на хранение, нужно хорошенько его просушить, выложив на балконе минимум неделю. А если места нет, можно просушить порциями в духовке, разогреть духовку градусов до 40-60, выключить, и после поставить противень с луком на 10 минут. Мы лук не запекаем, соответственно, запаха не будет, потому что лук просто у нас равномерно просохнет. И обязательно нужно обрезать все усики и хвостики, чтобы лук не прорастал, чтобы можно было разглядеть гниль. Ведь этого, может быть, не видно сразу, а срезав верхний хвостик, вы сразу это заметите. Мы справились с первым заданием? Мы справились с первым заданием. Счет 1-0 в пользу нашей замечательной команды знатоков. Итак, играем дальше. У нас второй вопрос. И против знатоков играет кулинар. С профессиональным стажем более 20 лет, Винченцо Барба. Внимание на экран. В городе Саволья выворачивает свой савольский капуста. Он очень похож на белоковчанную капуста. Благодаря городу он получил такое название. Каждый год они выворачивают большое количество овощей. Что овощи пропали и не испорчили, они используют проволоку. А теперь, дорогие дамы и господа, угадайте, как. Это такой закрученный вопрос. Это очень сложно. Внесите, пожалуйста, капусту и проволоку. Казалось бы, два предмета. Как это все совместить вместе? Чтобы капуста не гнила. Ваша задача продемонстрировать, как действует этот метод. И у вас минута, и она уже пошла. Мне тоже почему-то кажется, что нужно... На кочерыжку намотать. Зачем? Потому что намотать можно только на кочерыжку. Я думаю, они подвешивают эту капусту для того, чтобы была хорошая вентиляция. И она не гнила. А почему именно на проволоку? А может, что, на веревку? Ну, они на проволоку делают. Подвешивают, да? Осталось 20 секунд. Ваш ответ должен быть уже готов. Они меня вообще не слышат. И сейчас, может быть, создадут совершенно новый вид капуста. 5 секунд. Так, давайте попробуем. Будет теперь висеть или нет? Минута ровно. Давайте подойдем к этому, скажем так, творчески и серьезно. У нас есть капуста и есть проволока. И мы должны сделать так, чтобы эта капуста сохранилась. Мы наматываем проволоку на капусту, и капуста сохраняет. Для того, чтобы капуста не загнивала, нужно, чтобы она не соприкасалась с другими капустами. Если капусты будут вот так вот подвешены на проволоке, то есть вариант, что при достаточной вентиляции она лучше сохранится. Внимание, правильный ответ. С помощью проволоки жительница Савонья, они делают настоящие шторы. Вот, смотрите. Ну вы просто молодцы, и ваноль в пользу знатоков. Мы интуитивно видели, сразу раз, наматывать, наматывать. Ну, дай женщине капусту и проволоку, они придут всегда к правильному ответу. А вот скажи, пожалуйста, нам в домашних условиях, как использовать этот чудесный совет итальянский? Вы можете его использовать на балконе или в кладовке. Итак, одним концом проволоки мы обматываем кочерыжку капусту, а другой делаем крючок. Таким образом капусту можно вешать рядами, с каждым последующим рядом удлиняя проволоку. За счет равномерного доступа воздуха головки не загнивают, и срок хранения увеличится с полутора месяцев до полугода. Молодец. Ура! И теперь появится новая мода в сфере дизайна. Двери межкомнатные уберут все и повесят шторы из капусты. А мы с вами переходим к третьему вопросу. Против знатоков играет женщина, которой известны все тайны природы. Мальфарка Елена Стаценко. Внесите, пожалуйста, предметы. И еще более странный набор. Газета, нож, чулок и кабачок. Вот он, нож и газета. Наконец-то мы узнаем их тайну. А теперь, внимание, вопрос от мальфарки. Люблю знатки. Всем известно, что термин сберегания кабачков не больше трех тижков. Мои задачи достаточно просты. Перед вами находятся три предметы. Неж, газета и панчухи. Я прошу вас убрать тот предмет, который поможет вам продолжить термин сберегания кабачков до трех месяцев. Вопрос интересный и время пошло. Я знаю, бабушки некоторые лук так раньше хранили. Может быть, и кабачок надо в чулок положить. Но не зря на столе лежал нож и газета. Я думаю, резать его не стоит. Потому что тогда он испортится быстрее. Может, одеть колготки? И так будет лучше думать? Я считаю, что женские колготки – это провокация. Осталось 20 секунд. Может, я не знаю, зачем. Мне кажется, что все-таки можно завернуть в газету и положить в чулок. Давайте так и сделаем. Два, один. Стоп, минута прошла. Я отвечу на этот вопрос, потому что я еще не отвечала. Хотя, конечно, кабачок больше подходит Юле в тон ее платья. По определенным причинам. По определенным причинам, которые мы умолчим. Нам кажется, что кабачок можно хранить в такой способ, который демонстрирует Юля. Завернув его в газету и засунув в чулок. И подвесить. Каждый в газете. Здесь поместится очень много. Мне тоже кажется, что это действенный метод. Ну, возможно, еще к этому должен прилагаться какой-то заговор. Но без помощи мальфарки мы, конечно, ничего не придумаем. Давайте посмотрим правильный ответ. Вот же. До помогти сберегтися, довше кабачку, может такая конструкция. Все-таки газета это была провокация. Да, усложнили мы себе просто задачу. Газету надо было просто почитать. Чаще всего кабачки начинают гнить из-за влаги, которая появляется, когда они запотевают. Тонкая бумага, такая как газета, может накапливать влагу, которая будет конденсироваться и ускорять гниение наоборот. Обрезав хвостик у кабачка, вы также ускорите его гниение. Плодоножка должна быть длинной не менее 5 сантиметров. Со временем она подсохнет и станет надежной защитой от разного рода инфекций, которая может проникать через влажную плодоножку. Слишком короткий хвостик с этой задачей не справится. И через него в плод могут проникать возбудители болезней. А вот засунув кабачок в чулок, по одному и подвесив к потолку, вы можете продлить срок хранения этого овоща аж до 3 месяцев. Итак, одно очко уходит в мальфарке. Елене Стаценко в Закарпатскую область. А может пол очка уйдет в пользу эксперта, потому что мы же все-таки в чулок положили? Ну так он у нас все равно там сгниет. У нас надо отнять одно очко, потому что мы такой метод умудрились испортить. Итак, у нас счет 2-1, а мы продолжаем. Вопрос номер 4. Против знатоков играет непревзойденный кулинар и очаровательная женщина Татьяна Литвинова. Дорогие знатоки, свекла вянет и прорастает. Продлить срок ее хранения поможет вам в зимний период то, что на мне сейчас. Надеюсь, вы догадаетесь. Итак, на старт, внимание, время пошло. Ну, на Тане есть глина на лице. Кроме... А, подожди, кроме глины у нее еще на голове шапочка полиэтиленовая, да? Полиэтиленовая шапочка, это же хуже, чем газета. Да. От нее свекла вспотеет и сгниет. У нее еще на пальцах фольга была. Это, опять же, отвлекающий маневр. А может быть, в глину и в фольгу? А потом в шапочку? Нет, глина, давайте чисто в глине. Чисто. Это как песок для морозки. Итак, у вас осталось 20 секунд. У нас есть ответ. У вас есть ответ. Досрочный ответ. Я надеюсь, нам за это накинут полбала. Кто будет отвечать? Отвечать буду я. Мы предполагаем, что это глина. На Тане глиняная маска на лице. Она сделала масочку из глины. И также нужно сделать масочку из глины свекли. Отлично. Да? Да. Внимание, правильный ответ. Все знают, что глина помогает сохранить нашу кожу красивой и молодой. А еще она помогает сохранить свеклу от увядания и прорастания. Надеюсь, вы догадались. Глина! Молодцы! Как вы догадались? Вот такой простой вопрос. Ну, мы же женщины. Мы о глине знаем все. Все. Мы наносим глину в виде маски. То есть, сперва это влажная. Нет. Затем она высыхает и создает такую непроницаемую корку, которая защищает от лишней влаги, бактерий, которые могли бы начать процесс гниения. Вот почему свекла в глине долго сохраняется. Но я, правда, не знаю, насколько это удлиняет срок ее хранения. Вы абсолютно правы. Если развести глину с водой до консистенции жидкой сметаны, окунуть в нее корнеплод и просушить, пока глина не застынет, это предупредит потерю влаги плода и продлит срок их хранения с месяца до четырех. В четыре раза. При этом свеклу уже в глине хранить где? Наверное, в сухом месте, не в холодильнике? Конечно, лучше хранить в сухом месте, так как глина опять сможет на себя натянуть влагу, и, соответственно, это наш плод и спорт. Итак, счет 3-1 в пользу наших прекрасных знатоков. Ура! Мне кажется, мы уже победили. Я смотрю, вы очень много чего знаете, но знаете ли вы ответ на пятый, последний вопрос, который нам задаст внимание Игорь Мисевич? Всем привет! Перед вами три предмета, которые могут продолжить термин вырегания морквы. Это ниж, крейда и песок. Скажите, как это можно сделать? На старт, внимание, время пошло. Я предлагаю обрезать, может быть, в мел, например, вот эту кочерыжку и засыпаем песком. Я знаю, меня так бабушка хранила. Осталось 20 секунд. А полностью у нас будет торчать или нет? Она полностью все погружала. А это можно для красоты. Время, время, время. 10 секунд осталось. Мы готовы? Вы готовы. Отлично. Стоп, время. Могу попробовать ответить я, хотя мне помогала Юля. Надя морально поддерживала. Мы отрезали, как это, ботва, да, наверное, это назвать правильно. Не знали, для чего мел, поэтому мы в момент среза запечатали, можно сказать, мелом, чтобы как бы просушить. Вот. И в песок полностью погрузили морковку. В песок, я знаю, у меня так бабушка хранила, поэтому все три предмета использовали. Внимание, правильный ответ. Отже, правильная ответа такая. Мы берем нижку, надрезаем вверх моркови, потом посыпаем изрез кретою и всю моркови и занурим в песок. В общем, морковь сохраняется свежей и неповрежденной около месяца, после чего она начинает гнить, вянуть и прорастать. Это происходит из-за перепадов температуры и избыточной влажности. Чтобы продлить срок хранения до 5-6 месяцев, для начала стоит срезать верхушку. При обрезании оставить 1 см ботвы у основания. Как вы это и сделали. Но оставили один. Опять оставили один. Это предупредит прорастание моркови. А затем каждый плод надо посыпать мелом из расчетов 150-200 граммов мела на 10 килограмм моркови. Это предупредит скопление влаги на поверхности и загнивание плода. С этой же целью можно наполнить ящик песком и повставлять туда корнеплоды. Песок может сохранить морковь от лишней влаги, скачков температуры и перепада влажности, провоцирующих гниение. Ну, собственно, а как же правильно расположить морковь в песке? И как ее обсыпать мелом и поставить потом в песок? Хотите, положите. Хотите, вставьте. Хотите, закопайте. Главное, пересыпать мелом, и чтобы морковь не соприкасалась друг с другом. Вы очень опытно подошли к данному методу, но не могу засчитать, так как вы не использовали мел. Вы не посыпали нашу морковь мелом. Мы посыпали пиптик. Посыпали, но не всю. Это отчасти предостережет от загнивания, но все-таки процент велик того, что ваша морковь загниет через время. Но вы все-таки победили сегодня. Счет 3-2. Ура! Так как вы сегодня наши победители, вы получаете подарки. Прошу внести наши подарки. Ура! Мел, стружка и сборничек Лермонтова. Спасибо большое. Колготки! Ура! Прекрасный набор предметов, который и поможет нам сохранить овощи, и напомнит, как это правильно сделать. А если у вас есть вопросы к нашим экспертам, пишите нам по адресу в септедобрособачка.ukrnet. Андрюш, спасибо тебе огромное, что ты в такой интересной форме помог нам узнать так много нового. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись с друзьями. Чтобы получить первые мои советы, подписывайся на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!